Александр Лебзяк, главный тренер сборной России. Вместе они выходят. Раик Амбарцунов и Василий Ломаченко. Ну что, Раик довольно спокоен. Но, как я вижу, он находится сейчас буквально в метре от комментаторской позиции. Александр Борисович Лебзяк тоже спокоен. Рефери из Турции, как я понимаю, будет судить этот бой. Василий Ломаченко перестал дарить соперникам флажки, я смотрю. На Олимпийских играх он это делал перед каждым боем. И, кстати, с Селимовым там у них возник небольшой конфликт на этой почве, потому что Селимов флажок брать отказался. Но это очень серьезный экзамен для Раика Амбарцумова. И если он сдаст его... То я думаю, что он... Велики шансы, что он сможет закрепиться в сборной. Так, теперь наши дарят. Теперь российская сборная решила подарок ответный Василию Ломаченко сделать. Преподнести ему вымпел. Ну что же, первый финал. Для российской сборной сегодня. И самый, я думаю, что сложный. Пока присматриваются они друг к другу. Ломаченко здесь не в такой феноменальной форме, как на Олимпийских играх. Там он в финале француза Хидалфит Джелхира просто снес с ринга. Победил досрочно в первом раунде. Ну, естественно, что на пик формы несколько раз по ходу сезона просто элементарно трудно выходить. У Ломаченко, насколько я знаю, были уже приглашения перейти в профессионалы. Пока он решил остаться в любителях. Что касается Амбарцумова, как и всей нашей команды, то, как сказал Александр Лебзяк, перед стартом чемпионата Европы уже мы начинаем готовиться к Олимпийским играм в Лондоне. Вот мы смотрим сейчас, каков резерв российской сборной. Раскачиваясь идет вперед Василий Ломаченко, но без ударов. И Раик пока спокойно ведет этот бой. Сейчас атака Ломаченко достигла успеха. Но против него очень непросто. Он левша, но он еще и по ходу может менять стойку. Чуть более, как мне кажется, инициативным нужно быть. А Раику нужно самому поддавливать соперника и не давать Ломаченко разворачивать бой в его сторону. Но даже если здесь будет серебро, это, конечно, не будет трагедии, потому что все-таки уж очень грозен соперник. Отдадим ему должное. Василий Ломаченко тренирует его отец. Вот он как раз сейчас был на наших экранах. Музыка играет в перерыве между раундами, поэтому я, честно говоря, не слышу, что Александр Лебзяк говорит. Нашему боксеру. Но пока не спокойно. Вот рефери что-то тут придумывает. Но у каждого свой стиль. Обязательно нужно ему отогнать в угол. Райка Мбарцумов из Пятигорска. Кстати говоря, это второй уже боксер в нашей команде, представляющий этот город. И Давид Айропетян, после того, как Райка Мбарцумов выиграл чемпионат России, Давид Айропетян, участник Олимпийских игр, чемпион Европы, приехал встречать своего партнера и земляка в аэропорт Минеральных вод. Левой боковой просили бить тренера Василия Ломаченко. Исходя из этого, я делаю вывод, что Ломаченко будет делать шаг влево для того, чтобы этот удар провести. Вот тут Айропетян, Барцумову нужно его ловить на этом шаге. Наоборот, заходить ему за переднюю ногу. Отлично. Отлично, почему-то удар не засчитали. Мбарцумов попал правым боковым. Авторитет Ломаченко, конечно, давит на судей. Понятно, что олимпийский чемпион был фаворитом этого турнира. Ну и если он просто так его покинет, то, конечно, к судьям будут вопросы. Хотя, как я уже сказал, Ломаченко не в оптимальной форме, во всяком случае, в полуфинале выглядел. Не очень хорошо. Выиграл у Хишама Зиути всего лишь одно очко. А вот до этого бил соперников, что называется, уверенно и беспощадно. 10-0 с Вадимиром Никифоровым из Эстонии. И 10-2 с Дэвидом Оливером Джойсом Ирванцем. Амбарцумов. Амбарцумов победил Александру... Олесио Дисавино. Итальянцы 4-1. Мирсу Ахмети из Хорватии. 13-0. И шведа Башира Хасана. В полуфинале 9-2. 4-1 пользовал Ломаченко. Пока бой идет под его диктовку. Я не думаю, что это удивительно. И сюрпризом, конечно, для нас это быть не должно. На отходах очень быстро включает руки Василия Ломаченко. Пожалуй, из всех, кого я видел на ременье.